Это очень классное ощущение, все-таки можно сейчас почувствовать в Праге. Всем привет! Как вы заметили, я уже переместилась в Прагу, и вас ждет очень классное видео отсюда, потому что в Праге все потрясающе классно украсили. Надеюсь, что вам понравится, потому что я, честно говоря, получаю неимоверное удовольствие от прогулок здесь. Здесь еще и очень тепло, вы можете видеть, я уже не замотана, как была замотана в Петербурге, поэтому я наслаждаюсь, честно говоря, такой погодой. Поэтому надеюсь, что это видео поднимет вам новогоднее настроение и немножечко переместит вас в Прагу. Здесь вот рядом со Старомнецкой площадью, можно сказать, даже практически, на ней. Рядом с ратушей есть некоторые домики. Можно сказать, что ярмарка такая в миниатюрном формате. В этом году сделали опять такое место для фотографий, что странно, потому что там скопление людей. Но ярмарки пока что нет, хотя вроде обещали открыть уже после Крисмаса, после Ванаса. Странно, на самом деле, обычно он закрывается, а тут будет открыть немножечко попозже. Сейчас меняется правительство, потому что... Такая обстановка в плане туристов. Как видите, их огромное количество. Сейчас людей в Праге огромное количество, на самом деле. И в основном, мне кажется, это все туристы, что приходится даже в респираторе очень часто ходить. Здесь вот традиционный рынок. Он здесь, в общем-то, всегда есть, а вот сейчас тоже. Сейчас очень много столиков с разными товарами. Есть деревянные игрушечки на рынке. Вот эти очень-очень красивые игрушки. С блестками. Есть еще золотистые. Я, как всегда, не ушла с пустыми руками. Я теперь охотюсь на деревянные игрушки. Мне почему-то доставляет это какое-то удовольствие просто невероятное. Еще часть Вассовской площади немножечко отремонтировали. Там еще дальше тоже продолжается ремонт. Все раньше здесь когда-то очень давно были трамвайные пути. И вроде их хотят восстановить. Но пока что, как видите, сделали просто вот такие плиточки. Это тоже выглядит хорошо. Сегодня хорошая погода. Можно все фасады зданий разглядывать и наслаждаться. Но, помимо прочего, сегодня еще выходной день. Поэтому очень-очень много людей. В основном туристы, конечно. Сейчас открыли кусочек. Можно посмотреть. Здесь уже высаживают деревья. И видите продолжение таких плиточек. Но будет очень красиво. Здесь все это считается пешеходная зона. Очень приятно, удобно гулять. Зимой в предпраздничное время. Очень классно гулять именно вечером. Потому что все везде подсвечено и выглядит волшебно. Смотрите, какая красивая улица. С одной стороны и с другой стоят елочки. Здесь очень много декораций. Какой-то магазин. И вот мы добрались до одной из рождественских ярмарок. Вечером там уже было не все открыто. Но мы сюда вернемся еще в дневное время. К сожалению, в этом году ярмарки мало где можно найти в Праге. Но были некоторые хитрецы, которые успели все-таки сделать ярмарку. Про это я тоже немножечко позже расскажу. Это магистрат Праги. И посмотрите, здесь оказывается тоже есть маленькая ярмарка. Вот она. Сейчас она закрыта, потому что мы здесь в 10 часов вечера, если не позже. И здесь есть домики. Возможно, часть из них закрыта. Но намеки на ярмарки есть. Там еще маленький такой рождественский вертеп. Красиво, мне кажется. Особенно, когда это из дерева выполнено. Очень классно. Вот видите, здесь, казалось бы, никакого собора нет рядом. Там просто магистрат, но тоже установили такую милоту. Как я уже и сказала, я была в активном поиске деревянных игрушек. Поэтому я заходила во все магазины, где продавался рождественский декор. Мне нравятся вот такие веточки омелы. Они висят как раз на красной ленточке. Красивенькие. Еще и в виде сердечка. Деревянные игрушки тоже классные, но они с краплениями блесток как-то немножечко не очень. Если бы были без, было бы лучше. В том числе в этом магазине тоже было много всего интересного. Хотя, что касается деревянного декора, я там особо много его не нашла. Но согласитесь, что здесь было много других классных вещей. У меня в последнее время какая-то любовь появилась к деревянным игрушкам. Сейчас выбираю еще дополнительно на елочку что-нибудь вот такое. Посмотрите, какая прелесть. Там еще более подробно увидите на елочке. Здесь очень много всего классного. Это люксорф магазин называется. Она вообще на книжку специализируется. Здесь много классных игрушек. Здесь просто гномники какие-то, ангелочки. И лагеря на игрушечке тоже. Здесь вот рядом с торговым центром продаются живые елочки. Натуральные елочки в Праге много где продают перед Рождеством. Даже буквально рядом с моим домом было несколько таких мест. Я не ставила дома натуральную елку, наверное, с трех лет. Поэтому в этом году я все-таки решилась на это снова. И с особым трепетом подошла к процессу украшения. Так, пока что у меня тут елочка в процессе украшения. Покажу вам, какие у меня вообще игрушки будут. Я в этом году докупила очень много игрушек деревянных. Все-таки купила вот такую елочку сегодня в Батлерсе. Она все-таки, наверное, хорошо сюда впишется, раз будут деревянные игрушки. На ярмарке также купила некоторые игрушечки. Сейчас тоже все это подробнее покажу. Они все такие деревянные и очень атмосферные. Еще частично что-то купила в люксоре. И вот здесь у меня еще большая коробка с игрушками с прошлого года. Они все белые, в общем-то. Ну и серебряные тоже, в том числе. Это звездочка. Все, я думаю, вы в прошлом году видели. И здесь у меня еще икейская звездочка. Можно такую повесить. Гусы, наверное, уйдут на прошлогоднюю елку. Она стоит на кухне. То, что туда, как мне кажется, вписывать их нет смысла. И вот вы можете видеть некоторый мой улов. Вы, конечно же, потом увидите это и на елочке. Но вот некоторые детальные подробности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, в Чехии есть традиционное рождественское печенье, которое все пекут, в общем-то, в каждой семье по-своему, возможно. По каким-то своим старым рецептам, которые передаются из поколения в поколение. И где-то на ярмарках часто можно встретить такое вот чешское печенье. Я предпочитаю покупать вот такие вот красивенькие печеньки. Там чуть-чуть видно их. Они вот в таких красивых коробочках. И как вариант сувенира, кстати, из Чехии, очень даже хороший на Рождество кому-то привезти. А прошлогодняя елочка переехала на кухню. Смотрите, какой большой спрос здесь для фотографий. Потому что это реально очень красивое место. Мне кажется, лучше всего украсили в Праге вообще. Как оказалось, это итальянское заведение. Здесь вы можете попить кофе с пирожным. Но также здесь можно что-то купить. Например, макароны или масло. Смотрите, в каких классных баночках здесь продается обычное масло оливковое. Что так запечатано сверху, интересно. Даже не хочется выкидывать потом. Ее, наверное, можно несколько раз использовать потом еще. Смотрите, сейчас еще, можно сказать, день. И все домики открыты. То есть они только на вечер закрываются. Поэтому можно сказать, что вот он, Christmas Market. Вот в Праге в последнее время была следующая ситуация, что если вы успели переделать себя под фермерские рынки, то вы имеете право работать, функционировать. То есть, грубо говоря, это и есть этот Christmas Market, рождественские ярмарки. Ну а те, кто не успели, они, к сожалению, пока что закрылись. Хотя вот вроде скоро говорят, что так уж меняется правительство, они все-таки снова откроются. Но здесь, в общем-то, достаточно всего. Поэтому, в общем-то, можно себе найти все, что угодно. Как игрушки, так и тридельники, всякую еду. Поэтому это очень классное ощущение. Все-таки можно сейчас почувствовать в Праге. Небольшое отвлечение внимания на огромную люстру, которая сразу же привлекла мое внимание, и я потом вернулась в это место. И эта кофейня находится недалеко от остановки Длога Чида. Ну и снова продолжаем говорить на новогоднем языке. Я переместилась в магазин Slime Tiger. Вы, наверное, его знаете из моих предыдущих влогов, если вы их смотрели. Здесь можно найти какие-то бюджетные подарки и бюджетный депорт. Смотрите, здесь продаются домики вот такие симпатичные. Практически, как я делала в предыдущем видео, только в миниатюре. Вот где вы еще найдете свечи всех существующих цветов. Не могу не затронуть тему рождественских трамвайчиков. Вот даже удалось снять один. Еще мне понравился этот трамвай с рекламой Милка, наверное, потому что я люблю этот шоколад. Ну вот некоторые фотографии, как эти трамвайчики выглядят. Мне кажется, это очень классно, и я хочу однажды проехать в таком трамвайчике на Рождество. И давайте продолжим нашу прогулку по вечерней Праге. Запасаемся стаканчиком Глинтвейна и идем разглядывать красивые декорации. Не могу сказать, что декорации как-то отличаются от предыдущего года. В целом они очень похожи. Но на что я точно обратила внимание, что в этом году было намного больше катков, причем даже в каких-то очень неожиданных местах, и они очень классно выглядели. На Рождество мы решили заглянуть в церковь Богородицы Торжествующей. Именно здесь находится кое-что очень важное для чешского Рождества. В этом старом соборе, если не ошибаюсь, 17 века, находится алтарь с маленьким Иисусом. В ночь перед Рождеством идет торжественная праздничная служба, и фигурка Иисуса приобретает праздничный наряд. Это Ветлиемский священный огонь, и что меня поразило, так это то, что люди приходили с фонариками, с лампадками, и зажигали себе свечку, которую потом уносили домой, и там ставили на Рождество. Мне кажется, очень красивая традиция. Мы решили, что мы решили, что мы решили. мы решили попробовать чешские традиции самостоятельно. И здесь вы можете видеть, это карп в панировке в такой. Это чешское традиционное блюдо на Рождество, и брамбуровый салат, или как это называется, картофельный салат. Вот, но он тоже тут со всякими разными майонезами и другими ингредиентами. Поэтому может вам напомнить вот этот салат. А это оливье. Без оливье никак не обходится, так что будем совмещать чешские традиции и русские. Здесь еще лежат хлебички, тоже чешская такая еда, так скажем. Ну, в общем-то можно сказать, что это просто бутерброды, но они такие немножечко необычные. И там еще такая помазанка, как получается, даже не знаю, то, что вы намазываете на булочку, это не просто там масло, а тоже брамбуровый салат, картофельный, как вот тут. Вот с ней Светозор, пожалуй, одно из самых лучших мест, где вы можете купить хлебички и не только. А вот эта вот булочка называется ванночка, тоже рождественская, потому что по-чешски ванноцы это Рождество, поэтому ванночка, я думаю, в общем-то понятно, что это что-то рождественское, такая рождественская булочка. Хоть я отмечаю обычно Рождество 7 января, в этом году мы решили попробовать отметить также католическое Рождество, и для меня это был какой-то магический опыт. Друзья, я поздравляю вас с наступающим Новым Годом, и желаю вам, конечно же, всего самого наилучшего, пускай в вашей жизни будет побольше положительных и позитивных моментов, а негативных будет поменьше, и желательно, пусть негативными будут только ваши тесты, если вы понимаете, о чем я. В общем, я желаю вам всего самого наилучшего, здоровья и побольше путешествий, конечно же. Я надеюсь, что мы скоро снова сможем с вами путешествовать по всему миру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова